друзья привет с вами роман sticks недавно ехал в такси и заиграл трек моби и я как всегда очередной раз получил огромное удовольствие от того как у него все звучит и от простоты самой музыки от аранжировок и от звука вот у него очень кайфовый звук он не какой-то перри навороченный но он такой просто кайфовый и собственно так появилась тема для этого видео я сам у моби кое-что в продакшне подсмотрел потому что мне всегда нравились его треки и сегодня я вам расскажу об одном плагине который имеет косвенное отношение к моби если вы проведете небольшое исследование и погуглите интервью моби различные статьи о нем то вы обнаружите что он достаточно активно занимается сэмплированием уже очень давно и во многих его знаковых хитах мы слышим сэмплированные вокалы сэмплированные струнные в одном из треков он сэмплировал тему из сериала twin peaks например то есть сэмплирование это одна из техник которую он постоянно использует понятно что он использует и аналоговые синтезаторы и драм-машины и так далее но сегодня я хочу немножко коснуться именно того звука который дает сэмплер в журнале sound on sound есть интервью с моби ну и в частности вот внизу есть сноска оборудования которое он использует и мы видим 4 акаевских сэмплера и самый первый из самый младший это акаи с 950 и так что это за сэмплер это абсолютно легендарный раритетный аппарат который появился в восьмидесятые годы то есть вы представляете в восьмидесятые годы уже цифровой аппарат то есть он позволял оцифровать какой-либо звук то есть это может быть запись винила или какой-то вокал и дальше можно было этим звуком играть через миди сообщения то есть как это происходит с сэмплерами даже вот современными но колорит звуковой который он давал он был связан с некими техническими ограничениями которые были в те годы но и вот эти технические ограничения они также были техническими достоинствами до которые вносили в звук вот этот уникальный характер который некоторые называют словом grid на английском то есть это некая зернистость шершавость то есть этот звук очень хорошо читался он был приятный теплый и благодаря чему это получалось то есть смотрите тут есть целый ряд компонентов то есть первый компонент это прям то есть прежде чем звук оцифровывался мы могли при помощи ручки gain соответственно раскачать его уровень до усилить его и тут уже появлялись гармоники нелинейные искажения дальше перед оцифровкой стоял некий фильтр аналоговый который производил фильтрацию высоких низких частот ну как бы оптимизировал сигнал для цифровки дальше соответственно происходила сама цифровка 12-битная цифровка тоже обладает своими особыми качествами дальше происходило конвертации уже из цифры в аналог обратно еще один low pass фильтр который позволял тоже отфильтровать звук и добавить ему еще колорит ну и соответственно выходная громкость так вот звучание этого легендарного сэмплера было смоделировано компанией infonic они смоделировали вот все то что красит звук то есть это input gain который дает гармоники дальше audio bandwidth это соответственно спектральный диапазон который зависит от используемой частоты дискретизации дальше у нас есть low pass фильтр выходной уровень и ручка моно которая суммирует в равной степени левый и правый канал я этот плагин активно использую в своих треках я не делал какой-то специальные демонстрации для этого плагина потому что он у меня сейчас в каждом треке используется ну давайте я вам покажу сейчас свой будущий сингл который выйдет 5 августа давайте проиграю вам пол трека вы послушаете характер звучания потому что здесь плагин вот этот используется практически на всем мы потом пробежимся по каналам и мы найдем везде где он у меня установлен их тут реально много и характер вот этого звучания он во многом определяется как раз звуком вот этого сэмплера и так послушаем и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так, на конгах нету, на басу точно нету, на фортепиано да, на фортепианных аккордах вот на этих, кстати на пуши писал, то есть играл их. Видите, у меня тут автоматизировано еще, вот он закрывается. Дальше на следующей дорожке фортепиано тоже самое. Ну, обе дорожки на гитарах, да, однозначно на гитарах он есть у меня. Вот, пожалуйста. Он хорошо здесь снимает верх. Ну, такая гитара получается не цифровая достаточно прикольная. Здесь тоже он, по-моему, есть, да, вот он на такой дабовской немножко гитаре. Его можно, на самом деле, и на мастер было поставить, хотя я в этом треке этого не делал. И на вокале, конечно же, он есть. Вот, ну и давайте на примере вокала я вам покажу, что он дает. Вот такая вокальная партия. Так, ну здесь у меня, я вижу, ослаблена громкость. Давайте вот, чтобы просто точно это было на одинаковой громкости, я просто новый 950-й плагин этот поставлю сюда и покажу вам, на что он способен, так сказать. И вообще, что в нем есть. Вот базовая его настройка, да, bandwidth. Как вы видите, ограничена до 10 тысяч герц. Ну, давайте откроем ее до конца, откроем фильтр. Громкость здесь на нуле, гейн на нуле. То есть это вот звучание такое базовое, да. Сейчас, возможно, не все услышат разницу. Я потом более утрированно покажу. Но вот, тем не менее, в контексте слушайте с ним и без него. Так, еще раз, без, а потом включу. Значит, первое, что он делает. Если все в нем по нулям, то он на самом деле немножко даже бустит вверх. То есть после этого идет некий срез, но изначально есть некий подъем. Вот если мы базово откроем bandwidth, все открываем у него, видите, происходит некий буст здесь. Если вам этот буст не нужен, вы можете что сделать? Зайти в настройки этого плагина, вот сюда вот, сбоку. И вот этот brilliance здесь компенсировать, убрать его. То есть вы можете избавиться от этого буста. Либо по вкусу его усилить, ослабить. Но он здесь сделан базово такой, какой он был в сэмплере. То есть, учитывая, что потом идет резкий такой спад, этот буст звучит достаточно прикольно. Как только мы опускаем bandwidth, вот этот, то есть это моделирует то, как при помощи падения частоты дискретизации у нас падала частота. Вот видите, то есть происходит некая фильтрация. Вот, то есть за счет этого можно вот этот верх подрезать. Дальше у нас есть фильтр, который просто позволяет нам закрыть все частоты. То есть это тот самый постфильтр, который в сэмплере в оригинальном есть. Вот, ну и конечно же секретное оружие этого сэмплера, это мы сейчас с вами посмотрим, как можно раскачать гармоники. Вот смотрите, при помощи поднятия вот этого инпута мы получаем некий гармонический ряд. Понятное дело, что громкость мы можем компенсировать, но вот мы видим, что чем больше гейн, тем больше гармоник. То есть это такой своего рода дисторшн. В совокупности с пониженным вот с этим параметром bandwidth, что мы видим? Вот вверху, посмотрите, гармонический ряд ослабляется, то есть звук остается теплым за счет вот этого спада верха, но при этом он читаемый, потому что гармоники дают читаемость. Это всем известный факт. Вот, ну и вот этот фильтр уже постфильтр, да, он же больше используется как эффект. Все я вам показал, а теперь давайте послушаем, как эта читаемость происходит на практике. Вот я сейчас поставлю специально этот вокал, сделаю достаточно тихим. Вот я пока выключил вот этот 950-й. Давайте сделаем, чтобы вокал был довольно тихим. Вот, сейчас он звучит тихо. Так вот, что можно сделать при помощи этого RX? Мы можем поднять здесь input gain, потом ослабить output, bandwidth тоже можно чуть опустить, ослабить output до той же громкости, вот до того, чтобы вокал как бы будет тихий по громкости, но он при этом станет читаемым. Вот смотрите. Давайте выровняем громкость. Вот сейчас вы можете видеть, как вокал, который абсолютно тихий по громкости, при этом читается в миксе. То есть, ну, я думаю, что тут, в общем, не надо объяснять, как это использовать, да, то есть часто от этого как раз страдают миксы, то есть нет читаемости, люди выдвигают это вперед, и потом говорят, о, у тебя вокал некруто звучит, нефирменно, звучит слишком впереди, типа Савкова, надо, чтобы он был более сзади, более в миксе, да, и чтобы он был более в миксе, он должен читаться, но быть тихим. И вот кто не знает, как бы, да, как это сделать, они могут как раз думать, что это эквализации нужно делать, там еще чем-то, вот, а тут как раз дело в гармониках. Вот, смотрите, он прекрасно читается. Вот буду включать и выключать сейчас. Вот дайте зациклю вот этот вот фрагмент, да, прям. Ну, я думаю, вы все слышите, вот, утрированно подгружу специально, прямо вот жестко. Вот он подгруженный, но все равно стильный, вот. Ну, и, естественно, можно это все фильтровать обычным фильтром, да. Фильтр этот звучит очень хорошо, при том, что он не резонансный, то есть он не дает вот этого горба какого-то, да. Вот, собственно, такой простой секрет. То есть берем вот этот RX 950 и можем смело ставить его на все, на все, на все. У меня в целом практически нигде не открыт до конца Bandwidth, но только на Head, по-моему, у меня был открыт, вот. А так, в основном, я его чуть-чуть вот так вот ставлю, там, на 16, на 15, иногда меньше. Потому что не всегда инструментам нужен этот верх. Тем более, что если здесь вот есть небольшой буст по input, то за счет гармоник инструмент все читается, и он остается при этом теплым, не ярким, в плане того, что нет цифрового вот этого вот такого песка, так называемого. И, кстати говоря, если вам интересно посмотреть продакшн этого трека от начала до конца, то есть все, как это было написано мною на Пуше, как я это все сводил, мастерил, пожалуйста, можете зайти на мой проект вот в студии со Stix'ом. Тут есть две подписки у меня, то есть одна 500 рублей в месяц, и вы можете смотреть видео сразу, вот как они выходят. И есть подешевле, вот эконом-подписка, там вы можете смотреть видео просто через некоторое время. То есть несколько месяцев они находятся в обычной подписке, и потом автоматически через 4 месяца они попадают в более дешевую подписку. Ну и еще разница в том, что в этой подписке есть чат в Телеграме, то есть там, естественно, все кидают свои треки. И я, и остальные участники тоже слушаем, даем комментарии на треки. А здесь в экономной подписке этого нет. Ну и, естественно, не забывайте про обучающие курсы. Сейчас вот у нас приятная акция идет, то есть есть промо-код, по которому курсы можно купить по выгодной цене. Если вы смотрите это видео, когда эта акция уже закончилась, ну, всем, кто у нас что-то покупал, им приходит обычно рассылка с персональными промо-кодами. Итак, на этом все. С вами был Роман Сикс. До новых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова